ноги вместе большие пальцы ног по одной линии распределяем нагрузку между левой и правой ногой равномерно чувствуем ощущаем давление на левую на правую ногу макушкой вытягиваемся вверх сразу же расслабляем трапециевидные мышцы руки свободно свешивают кончик языка замыкаем на небо за верхними зубами чувствуем ощущаем осознаем положение тела в пространстве напоминаю что дышим все занятия через нос дыхание свободное давайте такой метод приметь будем применять сегодня вот представьте что ваше тело это такой единый объем единый объем который находится в пространстве все свое внимание соберите на объеме своего тела и постарайтесь удерживать объем куда-то мысли побежали опять к объему тела опять куда-то мысли побежали опять вернули все время возвращаемся сюда к себе теперь макушкой вытягиваемся повыше продолжая плечи опускать вниз подгибаем ноги в коленных суставах сильнее наполняем весом правую ногу левая нога от пятки носочку приподняли отступили примерно на ширину плеч от носочка к пятке расстелили ступни параллельно пальцы ног приподнимаем вытягивают линия стопу опускаем все пальцы чувствуем каждый палец внешний край стопы пятку подушечку под большим пальцем чувствуем арку стопы на некоторое время внимание собрали на ступнях и начинаем по ногам двигаться внимание вверх до коленных суставов приподнимаемся связки под коленями расслаблены не натягиваем колени направлены вперед до тазобедренных суставов здесь копчик тянем немного вниз поясницу слегка уплощая но не скругляя подбородок затылок притапливаем назад вытягиваемся вершины головы в небо здесь у нас поясничный прогиб немного сглажен область почек открыто подмышки чуть приоткрыты пальцы рук направляем вниз без усилия кончик языка на небо за верхними зубами дышим спокойно ровно через нос зубы соединены мышцы лица расслаблены внимание на дыхание вдох вниманием через нос через гортань в легкие выдох вниманием из легких через гортань через нос наружу плавный ровный вдох такой же плавный ровный выдох вместе с потоком воздуха на вдохе вместе с потоком воздуха на выдохе на вдохе начинаем отпускать живот расширяя немного ребра нижние на выдохе возвращаем вдох выдох подсели большие пальцы рук закладываем кулаки на вдохе отталкиваемся ногами плечи вверх пошли к ушам на выдохе вниз вдох вверх плечами выдох вниз максимальное сокращение верхняя порция трапеции и расслабление в ритме своего дыхания не торопясь максимальное расслабление внизу опустили руки и встряхиваемся мягко через стороны руки приподнимаем пальцы разворачиваем растопыриваем проворот их плечевых суставов назад на вдохе вперед на выдохе чувствуем свой плечевой сустав назад на вдохе вперед на выдохе голова пока ровно движение не участвует тело тоже ровно ничего пока не двигаем только плечевой сустав опустили и опять встряхнули немного руки ближе корпусу чуть подсаживаемся отталкиваясь ногами на вдохе как будто бы подняли воздух ладонями развернули на выдохе как будто бы опустили надавили внимание локтевой сустав и наоборот теперь тыльной стороной кисти подняли тыльной стороной кисти надавили очередное движение опускаем переразворачиваем и вверх поднимаем руки полностью вверх приподняли руки плечо опустили пальцы рук вытянули вперед растянули хорошо между собой пальцы натянули ладони на вдохе показали ладони на выдохе спрятали еще раз опустили и опять встряхиваемся сбросили напряжение как будто бы стряхнули с себя все наклоны головой вперед-назад вперед на выдохе выдохе назад на вдохе наклоны головой влево вправо левое ухо повыше на вдохе возвращаем на выдохе правое ухо повыше на вдохе возвращаем на выдохе поворот и головы влево вправо голову влево на вдохе возвращаем на выдохе вправо на вдохе возвращаем на выдохе подбородок опускаем вниз полупереката ado левого плеча на вдохе Вдохи вниз на выдохе, до правого плеча на вдохе, вниз на выдохе. Вдохи вниз на выдохе. Вдохи вниз на выдохе. Венозная система имеет такие клапаночки, они открываются, закрываются и кровь двигается вверх. Вес к правой ноге, левой ногой отшагнули чуть шире, ладонями накрываем почки. Дракон перемешивает океан. На вдохе таз идет вперед, на выдохе назад. Плечи двигаются в противоположном направлении. Для того, чтобы правильно выполнять движение, можете представить, что ось позвоночника это как шест, который вот так двигается. Как будто бы рисуя две окружности, одну вверху, вторую внизу. Можно вот в этой плоскости посмотреть. И движение такое вязкое. Вязкое, длинное, глубокое. Внимание, это забедренные суставы и спины. В одну сторону и в другую сторону. Вес к правой ноге, левую ногу вернули. Наполняем левую ногу весом, правую ногу вводим чуть вперед. Сгибаем, разгибаем ногу в коленном суставе, нога на весу. Можно придерживаться за стенку, если необходимо, если теряете равновесие. Главное не отклоняться назад, не переламывать себе поясницу, удерживать тело ровно. И в удобной, комфортной амплитуде двигаем стопой. В коленном суставе, ногой. Все, внимание к коленному суставу. Также в другую сторону. Правую ногу поставили, левой ногой. Левую ногу поставили, как велосипед, как будто бы пяткой подгребаем к себе. И в другую сторону, носочком подгребаем. То же самое повторяем на другую ногу. Левой ногой, пяткой подгребаем. Носочком подгребаем. Пояснице ладони еще раз повращали. В одну сторону вращаем. И в другую сторону. Когда вот кто-то ставит в комментариях столько красных восклицательных знаков, я у меня просто, как бы я думаю, что с эфиром что-то не так. Поэтому к правой ноге, левую ногу опираемся. На вдохе открываемся вверху, на выдохе закрываемся внизу. Стандартное движение, которое часто повторяем с вами. Внимание, это забедренный и коленный сустав. Тоже можно придерживаться за стенку, если необходимо. В другую сторону. Правой ногой отшагиваем, левая нога. На вдохе открываемся, на выдохе закрываемся. В другую сторону. И опять перемешиваем. И потом уже переходим больше к пояснице. На вдохе назад, на выдохе вперед. Так, все хорошо с эфиром, да? На вдохе вперед, таз, на выдохе назад. На вдохе вперед, на выдохе назад. В другую сторону. Опускаемся по бедрам. Первое для поясницы у нас разминочное упражнение. Стандартно, это в положении рыбака. Постепенно увеличиваем амплитуду. Не обязательно, чтобы амплитуда была большая. Можно совсем в небольшой амплитуде работать. На вдохе вытягиваемся вперед, сокращая мышцы спины. На выдохе скругляемся, расслабляем. Сокращение и расслабление. Улучшение кровотока вдоль позвоночника. Не торопимся. Здесь мышцы поясницы сокращаются. Мышцы между лопатками сокращаются. Плечи назад отводим. Здесь наоборот. Расслабляем мышцы спины. Мышцы брюшного пресса сокращаем. Между лопаткой мышцы расходятся. Плечи тоже сползают. Здесь вдох. Здесь выдох. Голову сильно не забрасываем. Не зажимаем шею. Взгляд по полу чуть-чуть вперед, но не вверх. Не запрокидываем. Приподнимаемся ладони к пояснице. Сброс напряжения через вращение. Большие круги. Подшагнули. Следующее наше движение это волна. На вдохе через прогиб вниз. На выдох от копчика волной вверх. Движение мягкое, плавное. Амплитуда комфортная для вас. Продолжение следует. Ладонями к пояснице повращали. В одну сторону, в другую сторону. Дальше. Волна с движением руками. Можно чуть шире поставить ноги, чем ширина ваших плеч. Здесь на вдохе опускаемся вниз, вокруг колена, через круглую спину по внутренней стороне бедра вверх. Здесь вдох по внешней стороне, вокруг колена, выдох по внутренней. Вокруг колена это условно. Кому-то может быть такой наклон будет дискомфортный, значит меньше опускаетесь. То есть работаем каждый в зоне своего комфорта. Чувствуем, куда нас сегодня тело пропускает. В этой амплитуде работаем. Изменяем направление движения. Вниз по внутренней, вокруг колена, вверх по внешней. Через круглую спину. Внутренне. Ладони к пояснице поворощали. В другую сторону. Следующее движение. Давно его не делали, поэтому еще раз объясню детально. Называется наматывание-разматывание. Мы представляем, что вперед мы скругляемся, как вот коврик скручивается. И так же точно разматываемся. Начинаем мы это движение с вами от шейного отдела. Мы сначала вытягиваемся. На фоне вытяжения мы начинаем опускать подбородок сюда к грудине. Как будто бы наматывая, как коврик. Затем мы как будто бы на голову накручиваем грудной отдел. И на грудной отдел начинаем накручивать поясничный. Но с таким нюансом. Когда начинаем накручивать поясничный, мы подгибаем ноги в коленных суставах, чтобы с поясницы сбросить нагрузку. Разматываемся так же. Сначала разворачиваем поясничный. В обратном направлении. Потом грудной. И потом разворачиваем шею. И внимание, когда разворачиваем шею, нам надо прийти к вертикальному положению, не запрокидывая голову назад. То есть с чего мы начали наматывание, тем мы и заканчиваем. Сначала просто несколько раз делаем, потом добавляем внимание. Так, как делаем несколько раз просто. Руки опускаем, руки расслаблены. Потянулись вершины головы в небо. Положение ног как стандартное, как в базовом положении. Начинаем накручиваться. Не торопимся. Дыхание спокойное, ровное. Там, где чувствуем, что мы уже переходим к поясничному отделу, подгибаем ноги в коленных суставах, руки свободно свешиваются. Отсюда, вниманием, нашли копчик-крестец. И позвонок за позвонком. Начинаем разматываться. Пришли к ровному положению. Опять здесь у нас шея. Грудной отдел начинаем скруглять. И руки разворачиваются тыльной стороной вперед. Дальше поясница скругляется. Ноги подгибаем. И также от копчика позвонок за позвонком разматываемся. Когда грудной отдел разматывается, руки возвращаются. Разматываем шейный отдел и вытягиваемся от копчика вверх. Можем дополнительно, когда вы еще полностью размотались, опять вот эту линию зафиксировать, как будто копчик вниз, макушка вверх. И опять пошли. Продолжение следует... Хорошо, давайте сделаем вращение. И следующий вариант потом расскажем. Повращали. В одну сторону. В другую. Теперь мы делаем все то же самое, но основа это наше направленное внимание на позвоночник. Вот представьте четкие или бусы, где каждую бусину мы вот так можем с вами пальцами отделить, как будто бы посчитать. Вот так же мы с вами как будто бы стараемся пересчитать все позвонки в нашем позвоночнике. То есть изначально у нас с вами внимание под основание черепа. И начиная скругляться, мы как будто бы вниманием каждого позвонка касаемся. Давайте будем пробовать. Вытянулись. Вот это упражнение можно выполнять с закрытыми глазами. Внимание под основание черепа. И мы один, два, начинаем считать позвонки. Дошли до седьмого, шейного, крупного. Переходим к грудному отделу, начинаем мысленно в грудном отделе все позвонки вниманием прощупывать. Подгибая ноги, начинаем скруглять поясничный, поясничный, как будто бы каждый позвонок почувствовали, пощупали, почувствовали крестец и копчик. И затем также от копчика вверх пошли копчик, крестец, поясницу начинаем считать. Грудной отдел. Шейный. Ровно. Вдох, выдох. Встали. Почувствовали весь позвоночник, почувствовали, как вытянулись между копчиком вершиной головы. И опять пошли вперед позвонком за позвонком. Как будто бы каждый. Стараемся вниманием пощупать. Грудной. Поясничный пошли. И вверх. Хорошо, ладоник поясницы еще раз повращали. Когда мы внимание свое направляем, вообще на что-то, неважно, в данном случае на позвоночник, то у нас как будто бы это становится живое. Мы как будто бы словно опять нашли то, про что мы забыли. Так же, как у вас там стоит на подоконнике цветок, перестали ему внимание уделять. Он засох, стал неживой. Уделяете внимание, поливаете, ставите его ближе к свету или наоборот. Как там с разными, не знаю, с разными растениями по-разному нужно. Так же у нас внимание уделяете, растение прекрасно растет. Здесь тоже. Уделяем внимание своим мышцам, уделяем внимание своему позвоночнику. Все прекрасно. Забыли про себя, оставили себя где-то, отложили. Не помним, что надо с собой заниматься, что тело оно у нас для движения. И так же, как цветок или растение начинают увядать.